В Уфе включили новогоднее освещение. Эхо Москвы, В Уфе и общественная организация Берземлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. В эфире «Уфимский разворот» на Эхе Москвы, В Уфе сегодня Руслан Валиев, Елена Черкова и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Не знаю, зачем я сказал, что на Эхе Москвы, В Уфе, если мы сказали, что это «Уфимский разворот». Ну, на всякий случай. Ну да, это не лишнее. У нас всегда прямая трансляция, и сегодня она запущена на Фейсбуке и на Ютубе. И номер для ваших СМС-сообщений прежний, плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Сегодня 12 декабря, это день Конституции, который многие годы, по-моему, до 2004 года, если я не ошибаюсь, в России был выходным днем. Я напомню, что 25 лет назад в этот день в России состоялся реперендум. Тут я думаю, сегодня так на работу не хотелось идти, а. А какая связь? Вот прям вот, ну, не знаю, вот хочется отдохнуть прям, наверное. Помню еще те дни. Желание отдохнуть, оно вообще часто бывает. Но, что важно, да, хотел напомнить, значит, был референдум в этот день, 25 лет назад, в девяносто третьем году, были выборы в первую Государственную Думу и Совет Федерации, а в Башкирии еще и выбирали первого президента. На тех выборах, наверное, легко догадаться, победил Муртазар Ахимов, но, правда, он тогда набрал не как потом стало принято, там, восемьдесят и так далее процентов, а, по-моему, шестьдесят три процента было набрано. Сегодня Конституцию мы так или иначе будем вспоминать. И, кстати говоря, прежде чем мы перейдем к обзору прессы, который у нас сегодня, в общем, о разных темах, да, хотелось бы запустить голосование, и оно довольно-таки простое, поскольку оно связано вот с сегодняшним днем. Дорогие друзья, вот если положить руку на сердце, да, и вспомнить вот эти 25 лет, ну, понятно, кто-то, возможно, моложе, он не может вспомнить весь этот период. Но так или иначе, вы можете вспомнить, что вы читали действующую в России Конституцию. Я не говорю от корки до корки, да. Я говорю, что, возможно, все-таки вы открывали этот документ и читали какую-то интересующую вас главу, например, по правам человека. Открывали, закрывали. Я не знаю, то есть любые могут быть главы. Я сейчас не говорю, что вы натыкались на отдельно взятые статьи, которые где-то в прессе, может быть, мелькали. Нет, это не считается. Но вот вы целенаправленно читали Конституцию, потому что вам хотелось что-то из нее подчеркнуть. Если вы читали Конституцию, голосуйте по номеру 262-72-47. Если вы целенаправленно ее ни разу не читали, то есть не открывали вот эту брошюрку, книжку, да, не покупали тем более ее в магазине, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47 вы читали Российскую Конституцию. 262-72-48 вы ее не читали. В процессе обзора прессы я предлагаю голосовать. А сейчас давай мы начнем как раз-таки смотреть, что пишут наши коллеги. Давай. Пресса с доставкой на дом. Давай начнем с хороших новостей для Русты Мохаммитова. Интригующе, да? Медиакурсеть пишет, что зарплата Русты Мохаммитова в Совете директоров Башнефти может быть 700 тысяч рублей в месяц. Решение об этом будет принято уже в ближайшую пятницу, то есть вот буквально через два дня. Проект положения, согласно которому к каждому члену Совета директоров компании Башнефть выплачивается вознаграждение, опубликовано на сайте компании. Оно может быть принято на очередном годовом собрании акционеров, которое пройдет в Уфе 14 декабря. На этом же собрании стать членом Совета директоров компании может экс-глава Башкирия Рустам Хаммитов. Если его изберут и будет принято соответствующее положение, Хаммитову будут установлены годовая на акционерный год от собрания акционеров, на котором избрали до следующего. Зарплата она составит 9,6 миллиона рублей в год с НДФЛ. Чистыми на руки получаются 8 миллионов 352 тысячи рублей в год или 696 тысяч рублей в месяц. Рустам Хаммитов будет представлять Совете директоров Башнефть республику Башкортостан наравне с Олегом Полставаловым, исполняющим обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Однако, так как исполняющий обязанности министра является госслужащим, на него положение вознаграждения не распространяется, поэтому дополнительную зарплату он получать не будет. Рустам Хаммитов, как простой пенсионер республиканского значения, хорошо, скажи, будет. Конечно, он может от этой немаленькой зарплаты отказаться, если сам захочет. Такое тоже предусмотрено положение. Можно захотеть, да, кстати говоря, хочется... Неплохая прибавка к пенсии. К пенсии, которая сама по себе тоже неплохая. Вот тут же есть ссылка на медиакурсети о том, как принимали решение по поводу пенсии уходящего главы региона. Это еще было в 2010 году, когда Муртазар Арахимов уходил в отставку. И вот здесь, да, я правильно помню, тоже сумма пенсии в несколько сот тысяч рублей оценивалась. Получается, в сумме Рустам Хаммитов будет получать более миллиона рублей в месяц, что, по-моему, раза в три превышает зарплату Владимира Путина, в принципе, да, президента страны. Очень интересная информация. Ну, то есть, как бы, что ж я могу сказать? Можно пойти на пенсию и пойти в Совет директоров Роснефти. Тоже вариант. Вот, все. А тем временем в театре Башкирии запретили петь песню в защиту шаханов, задается вопросом про Уфу. И, оказывается, по источнику про Уфу, значит, есть такая ситуация, что власти республики хотят заставить молчать всех, кто пытается выразить свою точку зрения против разработки шаханов. И речь здесь идет о том, что в Стерлита Максском государственном театрально-концертном объединении состоится долгожданная премьера мюзикл «Урал. Легенда Урала», соответственно. Пять Стерлита Макс. Да. На официальном сайте театра ВКонтакте сообщается, что главная цель постановки – пробудить в людях уважение к любви, доброте, дружбе, окружающей среде и истории родного края. А вместе с этим в защите нуждается река Белая и Шаханы. И источник издания сообщает, что именно из-за песен в защиту шаханов начался процесс прессинг театра. То есть за день до премьеры их заставляют переписывать сценарий, чтобы было сказано лишь обобщенно о горах, нежели конкретно про Таратау, Куштау и Юрактау. При этом директор театра Харис Абдрахимов уверяет, что в мюзикл не политизированы. Никто им никаких поручений по поводу редактирования сценария не давал, тем более там нет слов в защиту башкирских шаханов. Ну вот такая вот здесь разноплановая информация, конечно, возможно, она и не полностью, скажем, соответствует действительности, но так или иначе сигнал есть. Стерлитамак наконец-то вышел в большую политику, а? Скажи, как хорошо. В этом смысле он молчал по себе последние полгода. Тоже про УФУ министр образования Башкирии сообщил о том, когда и где построить новые детские сады. Было у исполняющего обязанности министра пока, была отхажена пресс-конференция была, и он об этом там и рассказал. По его словам, Башкирии с 2019 по 2020 годы откроется 49 детских садов. По словам Хажина, на их строительство выделят 4,4 миллиарда рублей. Миллиарда рублей из федерального бюджета и около 2 миллиардов из бюджета Башкирии. Средняя стоимость строительства дошкольного учреждения варьируется от 100 до 150 миллионов рублей. Далее цитата. Мы ориентируемся на те показатели, которые поставлены главой государства к 2024 году ликвидировать очередность дошкольной образовательной организации для детей в возрасте до 3 лет. Поэтому, прежде всего, эти деньги пойдут на создание ясельных групп. Детские садики появятся в Уфе, Стерли, Тамакском, Мечетлинском, Белорецком, Зианчурецком, Салаватском, Краснокамском, Бураевском районах, в Уфимском районе, в Белебее и в Кумертау. До какого года очередь пропадет? Ну, к 2024 году надо полностью ликвидировать. Ага, то есть моего сына это, видимо, не коснется. Ну ладно. Постоишь в очереди. Посмотрим, постоим, да. По старой привычке. Я напомню нашим слушателям, что в связи с тем, что сегодня 12 декабря, день Конституции России, мы с вами голосуем. Если вы читали Конституцию частями или полностью, но целенаправленно ее читали, голосуйте по номеру 262-72-47. Нет, вы ее не читали, причины здесь могут быть разные, ну, просто не читали и все. Вот 262-72-48. Ну и дальше в прессе у нас есть материал, в частности, в Коммерсанте Радий Хабиров одобрил приватизацию Башкиров Тодора. А Башкиров Тодор, я напомню, это крупнейшее, как это сказать, крупнейшее предприятие, которое занимается строительством и ремонтом дорог. Значит, оказывается, Хабиров подписал распоряжение, согласно которому республика может уменьшить долю участия в Башкиров Тодоре. В настоящее время республики принадлежат 100% акций этого подрядчика. Эта доля может быть снижена до 50% плюс одна акция, ну, то есть контрольный пакет останется в руках у государства. Значит, и дальше издание поясняет, что власти региона дали согласие на дополнительную эмиссию акций, в указ, которым утверждается перечень стратегических предприятий республики, будут внесены изменения. Собеседник коммерсантов правительства пояснил, что второй по величине пакет в результате допомиссии получит госинвесткомпания «Региональный фонд». То есть республика продолжит владеть Башкиров Тодором, но в другой конфигурации. Фонд, принадлежащий Министерству земельных и имущественных отношений, сможет докапитализировать предприятие. Ну и дальше издание напоминает, какие есть показатели у Башкиров Тодора. Такая мнимая приватизация. Есть у нас еще время на материал на реальном времени, называется он «Из водоносов в цементные короли», что стоит за проектом китайцев в Башкирии. Китайцы начали проектировать цементный завод в Сибае, хотя большого спроса на цемент в России нет, пишет издание. Временно исполняющий обязанности главы республики Ради Хабиров встретился с сычуанской компанией по охране окружающей среды, сейчас мне его, дай бог, правильно это прочитать, дзюньхе, чтобы обсудить строительство цементного завода в Сибае за 13 миллиардов рублей. Представитель башкирской стороны в проекте утверждает, что уже подписан договор аренды земельного участка. Тем временем, эксперты уверены, что китайский проект может помочь развитию депрессивного зауралья. Но вот цемента в России и так вдвое больше, чем нужно. Ну и вот в реальное время пытается разобраться ситуация. Китайский инвестор, сычуанская компания, вновь заявила о том, что планирует построить этот завод в Сибае. Проект по строительству не новый, о своем намерении китайские бизнесмены заявляли еще в 2016 году. В Сибае даже было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Индустриальный парк Сычуань-Сибай» с основным видом деятельности производства цемента с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Согласно данным Spark Interfax, на данный момент учредителями компании выступают ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды» и ООО «Контур». Единственный учредитель и директор «Контура» бизнесмен Ренат Кузибаев реальное время связалось с бизнесменом. Он подтвердил, что планы построить цементный завод у инвесторов действительно есть, но конкретных сроков, когда проект может быть реализован, пока нет. По его словам, на данном этапе подобран участок Сибае и ведется проектирование завода. В общем, связались журналисты реального времени с экспертами в этой области в сфере производства цемента. И вот, например, управляющий партнер СМПРО Владимир Кузь, не знаю, что-то производство, говорит, что с экономической точки зрения этот проект не сейчас, не ближайшие 5-10 лет экономически нецелесообразен и не будет приносить прибыли, потому что рынок по цементу у нас избыточный. Мы потеряли почти 20 миллионов тонн потребления по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым в 2014 году. Рынок живет в условиях жесткой конкуренции, соответственно, появление нового игрока не будет благоприятным. Это ухудшит положение существующих игроков и не даст возможности окупить вложенные средства инвесторам. — Недостаточно и в стране, видимо, мегапроектов по строительству, куда цемент все-таки можно использовать. — Да, при этом строительство цементного завода в Сиба — это не единственный китайский проект Башкирии. Реальное время нам напоминает, что развернуть производство тракторов в Благовещенске собиралась компания G-Fun. Свои планы они озвучивали еще в 2015 году, в январе 2018 года, во время встречи теперь уже бывшего премьер-министра Рустема Морданова с председателями правления компании, председатель башкирской международной компании G-Fun Ван Лунем обсуждал возможность получить льготные кредиты и другие преференции со стороны башкирского правительства. В апреле власти Башкирии разрешили без проведения торгов передать компании G-Fun в аренду два участка, но вот, видимо, пока дальше не пошло. — Ну и напомню еще один проект. Китайская Цяолянь совместно с местными предпринимателями планировала в Ишимбае стали прокатный завод. Там до тысячи рабочих мест планировалось, и тоже для строительной отрасли должна была идти арматура, которая должна была получаться из металлолома, но проект, в общем-то, полностью был заморожен. Не знаю, конечно, что из этого теперь выйдет, если будут пытаться его реанимировать, но поживем, увидим. Кстати, наш обзор прессы подходит к концу, и вместе с ним мы подведем итоги голосования. Напомню еще раз номера телефонов 262-7247. Вы можете еще проголосовать по этому номеру. Если вы читали Российскую Конституцию, вам было интересно понять, что в ней написано. 262-7248. Вы ее не читали. Не было времени в течение 25 последних лет со дня ее официального принятия, когда народ, в общем, на референдуме высказался за ее принятие. Ну что, останавливаем? Давай остановим и скажем цифры. Так, 40% проголосовавших Конституцию читали, 60% не читали. Ну, если честно, я ожидал, что меньше будет процент тех, кто читал. Даже немного отрадно. Может быть, это аудитория Эхо Москвы, конкретно в Уфе, но все-таки цифры относительно того, что я ожидал, лучше. Спасибо за голосование. А сейчас мы предложим вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях нашей студии была координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. И во фрагменте, который вы сейчас послушаете, Лилия Чанышева высказывала свое мнение о временно исполняющем главы региона Радии Хабирове. Вы говорили, что у вас было двойственное чувство и были какие-то элементы тревоги, когда вы узнали, что Радий Хабиров получил вот это назначение. Изменилось ли что-нибудь сейчас? Ничего не изменилось. Двойственное чувство, оно тоже не на пустом месте возникло. Во-первых, от многих людей мне приходила информация, что когда он работал в БГУ, все знали, что он взяточник. Мне вот выпускники, скажем так, этого вуза рассказывали, что без взятки невозможно было учиться в этом заведении, не учебно. Более того, были публикации о том, что он и должности продавал, в том же Крултае и на других высокопоставленных постах. И сейчас, что мы видим, зам мэра Красногорска, феоктистов, арестован по обвинению во взятки. И более того, мне приходит информация, что именно этот феоктистов и был лицом, который принимал взятки в пользу всей вертикали власти, скажем так, Красногорска. И сейчас это дело не особо публикуется. Понятное дело, что Хабирову невыгодно, чтобы это как-то всплывало. Но что мы имеем, то и мы имеем. И от этого у меня доверия больше к этому человеку не появляется. Ну окей, давайте тогда мы сейчас экскурсы в прошлое не будем особо углубляться. Вот настоящее, которое у нас есть сейчас, те шаги, которые он предпринимает, те слова, которые он говорит. Вот это вы как оцениваете? Скажу так, что какие-то вещи, когда он ругает тех же чиновников, министров на своих оперативных совещаниях, меня веселят в какой-то степени. И разве это в каком ключе, что наконец-то эти бездари и неэффективные менеджеры, или не знаю, как их там назвать, получили по шапке за свою бездеятельность. Но с другой стороны, у меня закрадывается опять же сомнение, что некоторые вещи, которые он сейчас начинает реализовывать на этих оперативках, они уже заранее... Сценарий готовый? Да, инсценирован. Например, он показательно не принял доклад министра ЖКХ по поводу платы за вывоз мусора, который будет со следующего года. Ощущение было, что они заранее договорились, что вот он так эти цифры озвучит, а он, значит, как рыцарь на белом коне с барского плеча снизит эту плату. Потому что это все одна и та же вертикаль власти. Вот Путин тоже говорил, что пока он у власти, повышения пенсионного возраста не будет. И что мы видим? Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева вчера была в гостях нашей студии в программе «Персонально ваш», полную версию которой вы можете посмотреть на нашем сайте eho.msk.ufa.ru, а также на наших страницах в Фейсбуке и на Ютубе. Ну что ж, сейчас мы поголосуем и поменяем тему. Голосовать мы с вами будем вот по какому поводу. Как уже выше упоминалось, исполняющий обязанности министр образования Башкирии провел пресс-конференцию свою первую. И на ней он, в числе прочего, заявил, что намерен бороться с репетиторством в школах. Айбулат Хажин считает, что нужно преодолеть такое явление, как репетиторство, когда учителя осознанно не предоставляют на уроках весь необходимый материал, таким образом стимулируя дополнительные занятия. Далее большая цитата. Вообще это нонсенс, если ребенок обучается в школе, а потом еще занимается с репетиторами. Ужас-то какой, а? Нонсенс. Кошмар. Я категорически против такой системы. У нас учителя получают заработную плату за реализацию образовательной программы в рамках в ГОС. Федеральная, что там у них? ГОС. Образовательный стандарт. Каждый контрольный измерительный материал практически полностью повторяет программу учебного курса, не выходя за его рамки. Если от учителей по тем или иным предметам начинают поступать предложения по репетиторству в плане «Вы сходите к Марии Ивановне, она обязательно вас подтянет, поможет, и вы успешно сдадите», я предлагаю родителям в случае возникновения таких ситуаций обращаться в соответствующие органы, в Министерство образования, в Оборнадзор. В каждом случае мы будем принимать решения. Кроме того, вот эту систему репетиторства Хажин называет извращенной системой стимулирования труда педагогов. Давай сформулируем вопрос и продолжим. Давай мы сформулируем вопрос. Вы согласны с министром, с исполняющим обязанности министра образования, и да, вы действительно считаете, что если ребенок после школы ходит к репетитору, это плохо? 262.72.47. Да, вы согласны, это плохо, значит, учителя не дорабатывают, и вам приходится тратить деньги на то, чтобы ребенок подтягивал ту же самую школьную программу. 262.72.48. Вы считаете, что это абсолютно нормально, когда в классе 40 человек учитель физически не может для каждого ребенка донести информацию? Репетиторство — это прекрасная возможность ребенку подтянуть именно те слабые места, которые у него есть. 262.72.48. Голосование. Процесс пошел. Итак, согласны ли вы с исполняющим обязанности министра образования, который считает, что система репетиторства — это очень плохо, и с ней нужно бороться? 262.72.47. Да, вы согласны. Вы считаете, что если ребенок ходит в школу, значит, дополнительные занятия ему никакие не нужны, значит, если он чего-то не понимает, это учителя не дорабатывают, не доносят информацию так, как нужно. 262.72.47. Да, вы согласны. 262.72.48. Вы не согласны с министром образования, с исполняющим обязанностей. Вы считаете, что в современной школе, в современных реалиях, когда в одном классе сидят по 40 учеников, по 30 учеников, донести информацию до каждого из них просто нереально, и, в принципе, ничего страшного не видите, если учитель, ваш учитель посоветует вам хорошего репетитора, который поможет ребенку сдать тот же самый ЕГЭ. 262.72.48. Тут еще очень классная есть фраза у Айбулата Хажина. Учитель должен понимать, за что он работает и за что он получает деньги. Результат его работы должен отражаться на его заработной плате. К примеру, подготовил учитель призера Всероссийской Олимпиады школьников, у него должно быть финансовое подкрепление. Если трех призеров, то премия в трехкратном размере. Это очень важно. А если ему повезло, все-таки никто не отрицает, что дети, наверное, бывают с разным уровнем, я не знаю, базовых каких-то данных. Ой, вопрос очень скорный. Плохо работает учитель, значит, если у тебя ребенок не понимает, не знаю. Вот, наверное, мои учителя плохо работали, раз я очень плохо понимала математику и ходила к репетитору. Но если я вот гуманитарий, я вообще не понимаю, как это делать. Ну что ж теперь мне, что ж моих учителей теперь наказывать? Я заблуждаюсь. Мы будем создавать препоны, понимаешь, препоны для возникновения в школах репетиторства. А зарплату учителям вы поднять не хотите, а? Как вариант. Ну, понятно, что вроде как здесь есть какие-то здравые мысли, в том смысле, что надо как-то учителей мотивировать, чтобы они вот как-то старались, чтобы они больше знаний давали. Да камон, слушай, ну программа одна. Ребенок один быстрее усваивает, другой медленнее усваивает. И что теперь, учитель в этом виноват, что ли? Ну если я медленно усваиваю, не знаю, тот же английский язык, почему я не могу пойти к репетитору, который мне будет повторно объяснять то же самое, чтобы я быстрее это поняла? А если действительно есть и педагоги, которые действительно умышленно не додают материал, чтобы потом заплатить? Ну это единичные случаи, скорее всего. Но я не думаю, что прям во всех школах все учителя вот такие вот коварные, ужасные люди, которые специально тебе программу не додают, и иди, плати деньги. Давай еще раз напомним, или уже будем? Давай уже подводить. Ладно, давай будем подводить итоги. Итак, 53% проголосовавших почему-то согласны с министром образования и считают, что репетиторство это плохо. И 47% считают, что ничего плохого в этом нет, и это вообще очень странная позиция. Ну мнения практически пополам разлились. Давай заканчивать нашу первую часть программы, сейчас прорвемся на новости, после вернемся и продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на эхе новости. Во Франции после стрельбы в Страсбурге вводятся усиленные меры безопасности на рождественских ярмарках. Так отметил глава МВД Кристоф Костана, в операциях будут активнее привлекать военных. Министр сообщил, что в результате нападения в Страсбурге накануне вечером погибли 3 человека, 12 ранены. Личность стрелка установлена. По данным СМИ, это 29-летний уроженец Страсбурга. Полиция сообщила, что он отбыл тюремные сроки во Франции и в Германии за преступления, не связанные с терроризмом. Сдержать подозреваемого пока не удалось, он скрылся на такси. В Страсбурге сегодня будет объявлен траур. Туроператора «Жемчужная река», чьи клиенты застряли в Китае, заподозрили в мошенничестве. Как заявили в Росавиации, компания сфальсифицировала квитанцию электронных авиабилетов для части туристов. Материалы направлены в правоохранительные органы, передает ТАСС. Накануне в авиакомпании «Ир-Аэро» заявили, что около тысячи российских туристов на китайском острове Хайнань не имеют обратных билетов. В пятницу перевозчик отказался выполнять рейсы из-за долгов туроператора. На днях в «Ир-Аэро» пообещали вывезти на родину полторы тысячи россиян. Боинг в Якутии при вылете из аэропорта Нерингри задел хвостовую частью взлетную полосу. Инцидент произошел накануне утром, но о нем стало известно только сегодня, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Передает ТАСС, до этого причины, по которым экипаж «Ланер» отменил полет, не назывались. На борту самолета авиакомпании «Якутия» находились более ста человек. Никто не пострадал. Ведется проверка. Суд в США обязал бывшую порноактрису выплатить президенту страны. Почти 300 тысяч долларов. Речь идет о судебных издержках в связи с ее отклоненным иском о клевете, сообщает телеканал CNBC. Адвокат Сторми Дэниелс, однако, заявил, что она не заплатит Дональду Трампу ни одного цента. Защитник утверждает, что американский лидер должен его клиентке больше миллиона долларов в виде гонораров адвокатам и судебных расходов по основному делу о неразглашении. Дэниелс ранее подала иск с требованием признать недействительным соглашение, по которому она обязана молчать о том, что у нее якобы был секс с Трампом. В Москве неизвестный застрелил посетителя кафе. Это произошло накануне вечером в одном из заведений на Ленинском проспекте. Передают АСА ссылкой на источник. Причины конфликта выясняются. Полиция разыскивает убийцу. О валюте курса Центробанка на сегодня доллар стоит 66 рублей 50 копеек, евро 75 рублей 62 копейки. О погоде в Москве сейчас минус 1 градус. Днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Облачные небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, ХМАСКОВЫ. Пока одни наворачивают круги вокруг дома, чтобы найти место и припарковаться, жители умного дома паркуются на собственном многоярусном паркинге, свободный доступ к которому имеют все жильцы комплекса. Поступайте по умному. Бронируйте квартиру в новом умном доме с общим восьмиярусным паркингом. Звоните. 280-10. 280-10. Сосрочек ЕСК Стройфедерации. Проектная декларация. На сайте Стройфед. Дорогие уфимцы, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Минимальная вносимая сумма от 50 тысяч рублей. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. 2018 год. Количество подарков ограничено. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону 347-287-12-47. Проспект Октября, 117. Снижаем цены. Поездки от 80 рублей. Служба заказа такси «Мотор» 2-900-900. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет политический деятель Айрат Дельмухаметов. Вопросы гостю присылайте на номер. Плюс 7-900-27-304-10-51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и «Эхо». На томы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В 2019 году Башкирия получит более 600 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие системы образования. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра образования республики Айбулат Хажин на пресс-конференции в медиа-центре ГТРК «Башкортостан». Он отметил, что эти средства регионам будут направлены по результатам конкурсного отбора Министерства просвещения России на реализацию мероприятий национального проекта образования. Вместе с республиканскими средствами общая сумма финансирования составит более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Также до 2020 года будет привлечено еще почти 4,5 миллиарда рублей на строительство 49 детских садов. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении предельной стоимости служебных автомобилей для чиновников. Как сообщает коммерсант, в среднем лимит на покупку одной служебной машины вырос на 275 тысяч рублей. Так, для заместителей министров и председателей госкомитетов, а также пресс-секретарей главы республики и Курултая, планка выросла с 750 тысяч до 1 миллиона рублей. Начальники управления и председатели комитетов в районах смогут приобрести машины стоимостью до 800 тысяч. При этом ранее им разрешалось покупать автомобили не дороже 550 тысяч рублей. С 650 до 900 тысяч вырос лимит на приобретение транспорта для руководителей госучреждений. Лица, занимающие государственные должности, теперь могут купить служебный автомобиль стоимостью до 1,5 миллионов рублей, что на 500 тысяч дороже, чем было прежде. Назначен новый заместитель председателя арбитражного суда Башкирии. Должность занял судья арбитражного суда Ильгиз Хайдаров. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на агентство ТАСС. Полномочия зампредседателя суда утверждены на 6 лет. Ильгиз Хайдаров был избран судьей депутатами Верховного совета Башкирии в октябре 1992 года. Работал судьей арбитражного суда, занимал должность заместителя председателя квалификационной коллегии судей республики. Салават Юлаев обыграл Йокерит. 11 декабря в Хельсинки прошел последний матч выездной серии Игор Салавата. В первом периоде уфимская команда открыла счет. Во втором счет остался без изменений. В третьей 20 минутке обе команды смогли забить по две шайбы. Итог 2-3. Салават Юлаев побеждает и завершает выездную серию, набрав 6 из возможных 10 очков. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, слабый ветер без осадков, температура воздуха от минус 5 до минус 14 градусов. Сейчас за окнами облачно, 14 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой и ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте! СМС-сообщение Продолжаем «Уфимский разворот». У микрофона Руслан Валиев. Елена Черкова и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер прямого эфира, точнее номер для СМС-сообщения, куда вы можете присылать вопросы нашим гостям, плюс 7-900-27-304-10-51. А в гостях у нас сегодня сразу два, на мой взгляд, замечательных гостя. Это политолог и руководитель лаборатории политического кино Сергей Лаврентьев. Сергей Николаевич и наши слушатели знают, но вот здесь еще одна ипостась у нас проявилась. И режиссер-документалист Радик Кудаяров. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, первый вопрос, наверное, к вам, Радик. Вот у вас довольно много интересных документальных работ. Наверное, самая, вот на мой взгляд, известная работа, посвящена Евгению Примакову, да, премьер-министру России. Может, я ошибаюсь, вот я как бы ее видел в свое время еще на федеральном телевидении, вчера дополнительно пересмотрел. Как вы вообще выбираете героев своих работ? Ну, это бывает всегда по-разному. Иногда герой тебя выбирает, иногда ты выбираешь героя, но самое главное, чтобы между тобой и героем была химия, да. Вы должны интересовать друг друга. То есть, если герой о тебе знает мало, ты должен все-таки герой о себе рассказать, если он жив и здоров, конечно, да. И заинтересовать его своим интересом. И тогда возникает интерес с обеих сторон. Получается что-то. Ну, в любом случае, во главе угла лежит интерес, и тогда получается. То есть, важно, чтобы герой был ныне здравствующим? Не всегда. Например, когда я занимался историей генерала Деголя, генерала Деголя уже не было к тому времени в живых довольно много лет. По-моему, 35 уже у него было в живых тогда. И я занимался его историей, но меня заинтересовал генерал Деголь тем, что мы много говорим расхожих фраз и цитируем. Пытаемся цитировать генерала Деголя, но глубину мы не знаем. Кто был генерал Деголь? И мне это было интересно. И когда я столкнулся с людьми, которые его окружали, и мне было очень повезло тогда. Это было в 2005 году еще. И его соратники были живы. Премьер-министр Пьер Мессмер был жив тогда, Гина и так далее. И люди, которые, в общем, его семья, его зять, с которым он в самом знаменитом покушении остался в живых, это в Птиклемар, генерал Дегосье. Я, конечно, с этими людьми, когда начал общаться, я понял, что генерал Деголь такая неординарная, абсолютная личность для меня. И, конечно, такое общение было на расстоянии. Его уже не было. Он был где-то там на небесах. Я здесь, но мы вот взаимодействовали. — Вот мы собрались, на самом деле, по поводу. Сегодня в Уфе состоится премьера вашей очередной работы. Это документальный фильм, назначенный временем, который посвящен Нурсултану Назарбаеву и вообще Казахстану. Как пришла идея вот этого фильма? И, кстати, почему премьера вот в Уфе и сегодня? — Ага. Ну, вот, между прочим, генерал Деголь нас познакомил с Александром Абешичем. Александр Абешич когда-то увидел фильм о Деголе. Он был где-то в зарубежной поездке. И увидел случайно этот фильм в эфире телеканала. И ему понравилась история. Но он ее не до конца досмотрел и захотел смотреть ее до конца. И у него это получилось, естественно. Он там поручил, нашли, все показали. И потом как-то вот я узнал об этом. И мне стало интересно, потому что я никогда не смотрел в ту сторону, на самом деле. Я имею в виду географически, я всегда смотрел куда-то на запад. Я работал в Европе, в Америке. И тут Казахстан, наши ближайшие соседи, которых на самом деле мы-то не знаем. Ну, не знаем. И я начал смотреть, ух ты, как интересно вот это, интересно это. Таким образом прошло пять лет, прежде чем мы начали заниматься производством. И вот мне показалось, что это была одна из самых интересных работ для меня. Потому что я для себя открывал наших ближайших соседей. Через историю Александра Бешича, через историю независимого Казахстана, через их внешнюю политику, которая очень полнокровная, очень интересная, очень высококвалифицированные дипломаты. — Разновекторные они еще называют. — Да, они очень интересные. Они географически находятся в очень интересном положении. Они между большими соседями, между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Третий сосед — это сосед всех стран, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому они в середине этого треугольника. И они здорово. Они просто выживают, они прекрасно себя чувствуют. Поэтому это было очень интересно для себя открыть. — Фильм, конечно, мы еще не смотрели, но вот сразу возникает вопрос. Согласны ли вы с мнением тех, кто считает, что Казахстан, в общем, это страна вокруг одного человека? И если этого человека не будет, а рано или поздно его не будет, все может оказаться хуже? — Ну, рано или поздно всех нас не будет. У нас в Вену придут люди. И в этой студии, наверное, тоже будут сидеть другие люди и так же интересно разговаривать. То, что касается Настана Бешича, Вы знаете, мне просто довелось поговорить с ним не раз, не два. И мы довольно подробно, довольно интересно обсуждали разные вопросы. И на мой взгляд, Настана Бешича — это, ну, конечно, Казахстан — это не страна вокруг одного человека. А это страна, которая развивается, да? Она развивается. Это, к сожалению, как мы все вышли из Советского Союза, да? И если посмотреть на постсоветские государства, и те, которые оказались в Евросоюзе, например, те, которые оказались, скажем, пока в этом вариоле, в котором они существуют, им нужно было развиваться, им нужно было вставать на ноги. И самое главное — нужна была политическая стабильность внутри страны для того, чтобы что-то реализовать. Потому что, на самом деле, когда мы говорим о том, а вот они крутятся вокруг него. А что было сделано за это время? Через что пришлось пройти, когда развивался Казахстан? Вот на это нужно обратить внимание. И когда люди начинают не просто каким-то популизмом заниматься и там что-то рассказывать вокруг персонажа, да? Вы посмотрите, что было с их энергетикой, что было с сектором нефтегазовой, да? Была ли у них возможность продавать то, что у них есть, эти самые природные ресурсы? Было ли это просто? Как это все строилось? И когда адекватно вот это все проанализируешь, становится понятно, что вклад Насану Абишевича в развитие Казахстана, он, конечно, очень сильный. А не была ли та информация, которую вам предоставляли, все-таки такой дозированной и отфильтрованной, что ли? Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что я не занимался для этого проекта вообще внутренней политикой Казахстана. Я не опрашивал никого внутри самого Казахстана. Меня интересовало развитие Казахстана. Дело в том, что я всю свою профессиональную жизнь занимаюсь международными проблемами, да? И для меня, конечно, интересовало в первую очередь место Казахстана за пределами Казахстана. И, в общем-то, вот этому посвящена большая часть фильма. А то, что касается внутренней политики, это немножко другая история, поэтому я вот здесь не очень могу как-то экспертно что-то говорить. Поэтому вот так. Вопрос к Сергею Николаевичу. Вот мы упомянули, да, возможно, не все понимают, что за такая лаборатория политического кино, которая существует уже несколько лет в нашей республике при боксу, если я правильно понимаю. Седьмой год существует. И надо вот отдать должное Радику Кудаярову, что, в принципе, начала работать в лаборатории, как раз тоже с его фильмов. Мы сразу там целую серию в течение, наверное, года показывали фильмы Радику Кудаярова. Это было достаточно интересно. Вот. А сама лаборатория политического кино, она нужна для чего? Вот. Потому что вот в наше время, в наше такое достаточное время, она очень сильно, причем все это вроде информационное общество, людей много. Но люди, так сказать, в своем общении как-то происходит атомизация. Они закрываются, так сказать, практически отсутствует, вроде-то всегда при людях, но отсутствует общение, отсутствует, так сказать, дискуссионная возможность подискутировать, высказать свою точку зрения, так сказать, услышать другую точку зрения. В интернете все можно, но в интернете слишком все можно. Там, в принципе, ругаются люди, ярлыки клеят, так сказать, выясняют отношения, но истину, как правило, не ищут, потому что человек привык искать истину или научиться. Вот лаборатория, почему она называется лабораторией? Она должна научить молодых людей, студентов, допустим, боксов в свое время, так сказать, уметь разговаривать с людьми, с народом. И вот поэтому у нас так, сам формат лаборатории, что половина это люди, которые приходят по билетам пригласительным, а половина покупает билеты в кассе. И человек, который дискутирует, он дискутирует со всеми. Это может быть человеком пойти с улицы и так далее. Вот здесь попасть, это как и власть. Ты никогда не знаешь, когда, с какой стороны ты получишь острый вопрос, например, согласие или не согласие, или какое-нибудь критическое замечание. Вот такая лаборатория существует, и мы там каждый месяц, кроме каникулярных, смотрим фильмы, их обсуждаем. Фильмы самые разные. Но все фильмы, так сказать, имеющие, ну, как сказать, в основе жизни всегда политика. Или она в основе, или она имеет продолжение в политике. Вот, допустим, фильм «Дурак» известный. Помните, он лучший фильм, кажется, прошлого года. Ну, вот, но он произведел впечатление, действительно, политика, наша жизнь. Она, может, немножко сфокусирована, может быть, там добавлено немножко таких каких-то контрастных моментов, но, тем не менее, это так. Что касается вот темы, которую Радик Нажипович здесь избрал в качестве фильма, действительно, Назарбаев эта фигура очень интересная. Если взять лидеров после советского пространства, их не так много. Это, наверное, можно сказать о Путине, которой 18 лет, там Ельцин, Казахстан, Назарбаев. Алиев, наверное, еще. Кто еще? Алиев, Азербайджан. Алиев и то это Алиев-2. Потому что там был Гейдар Алиев, и здесь мы будем говорить Алиевы. Ну, я про старший. Да, да, да. И вот мы видим, что здесь такое. На Украине уже четвертый президент. В Беларуси там тоже не... Ну, все-таки есть, да? И вот здесь очень важно. Распавшийся Советский Союз, государства, которые, пока они не пройдут этап национально-государственного строительства, пока они не сформируют национальную идентичность тех людей, которые проживают там, процесс никакой, и он чреват, он вообще чреват вот этими противоречиями. И вот мастерство капитана, которое есть у Назарбаева, позволило так провести вот этот корабль, который позволяет действительно... Хотя у нас тоже есть проблема. Там же и оппозиции есть, там есть и люди... Но он же впервые построил национальное государство. В Казахстане никогда... Там опереться на исторические традиции невозможно. Там их не было. — Скажите, а есть ли у вас случаи, когда вы хотите сделать фильм о каком-то действующем политике, но он сам против, например? Вот вы хотите, а он не согласен. — На самом деле, когда кто-то не согласен, ну, я ему уступаю, на самом деле. — Ну, то есть есть? — Я не настаиваю. Да нет, ну, может быть, и есть. Я просто, знаете, у меня настолько, я как бы сфокусирован на каких-то своих идеях, что я даже сейчас так вспомнить не могу, чтобы никто даже взял и отказал. Ну, не было такого, я не помню. — А насколько вот ваши работы востребованы федеральными каналами? Все ли они с удовольствием демонстрируются ими? Понятно, что часть из них вот она выходит. — Ну, это, в общем, очень хороший вопрос, и очень большой вопрос, и на него очень трудно ответить коротко. Дело в том, что вообще ситуация с документальным кино, она очень изменилась. Изменилась за последние лет десять. Ну, восемь. — В какую сторону? — В худшую. Дело в том, что для меня документальное кино — это не просто развлечение, да? Если я в процессе своей работы нахожу что-то интересное, что-то когда-то скрыто было, или, ну, не знаю, по какой причине это скрыто, второй вопрос, но я нахожу что-то, и это добавляет фактуры, это добавляет, ну, скажем, кусочек правды ты достал какой-то, да? И поделился, то или это что-то такое историческое, что очень значимо для какой-то группы людей или для какой-то, не знаю, нации, да, то это всегда должно находить выход, нужно делиться. То есть это вопрос образования, да, это не вопрос политики, это вопрос образования. Для меня это очень важный аспект того, чем я занимаюсь. И, ну, не всем это нравится, да, не всем это нравится. И в какой-то момент я понял, что мои профессиональные возможности и мои проекты, которыми я занимаюсь, они просто-напросто начали натыкаться на какое-то такое препятствие, да? И они перестали попадать в федеральный эфир. Но у меня нет такого, знаете, addiction, да, то есть я не наркоман в этом смысле, и то, что нет моего титра какого-то на федеральном канале или моя физиономия там не появилась, я от этого не страдаю. Но я сказал, окей, я буду заниматься тем же самым, но в другой просто плоскости. И я начал заниматься в другой. — С другой стороны, когда вдруг открывается неделя, там, фестиваль русской культуры в Париже, для открытия не нашли никакого фильма, кроме как фильм Равета Кудаярова, как он называет, ваше величество? — Да, его величество президент, это мы делали, это было фестиваль русского кино в Ницце, это было не в Париже, это было в Ницце, но тем не менее. — Ну, это хорошо, потому что на самом деле этот фильм, мы просто сейчас говорим, вот как получилось, о генерале Деголе больше, да? — Мне почему-то 8 фильм «Генерал» о генеральшем Мурате, он же не был на федеральном канале? — Нет, не был, хотя, да, я его принес, и говорю, ребята, ну я не буду называть канал, но это вообще заизвестно, я говорю, вот такая история, знаете, это правда историческая. — Ведь, понимаете, президент Путин о чем говорит? Он говорит о том, что мы должны гордиться своими победами. — Как они аргументируют? — Секунду, значит, что он говорит? Он говорит, мы должны своими гордиться победами 44-го, 45-го года, но при этом мы не должны забывать о том, что происходило с 41-го по 43-й, там, и 44-й год, где были большие там проблемы, да, у нас. — И фильм как раз об этом, это на стыке, это то, что произошло сразу после Сталинградской битвы, и на примере одного кавалитейского корпуса я показываю о том, что же на самом деле происходило, какие были проблемы. Причем впервые за 70 с лишним лет были найдены документы в немецких архивах, которые показывают вообще всю историю. Представьте себе, боевые журналы я нашел, где четко написаны те подразделения, которые воевали против этого корпуса, в состав которого входила дивизия башкирская, то 12-е тогда еще, и я нашел эти боевые журналы, я нашел допросы генерала Борисова, который был захвачен в плен и так далее. Мы раскопали всю эту историю, но она не попала в федеральный эфир, ее так потихонечку замяли, теперь ходят даже слухи. Я слышал там, что некоторые, значит, здесь историки на моей малой родине, они говорят, что, знаете, этот фильм засекретили. Я спрашиваю, а кто засекретил? Как можно секретить то, что уже рассекречено, да? Ну, то есть, это вот такая судьба у этого фильма пока. Объяснили как-то, почему не взяли этот фильм? Ну, знаете, впрямую никто не хочет ничего объяснять. Мне кажется, что это такая сложная история. У всех живут, не в кармах. Не пришло время. А есть в интернете их можно найти? Нет, этот фильм нельзя найти в интернете. А как людям посмотреть? Ну, я его показывал. Мы здесь с Сергеем Николаевичем в Уфе организовали несколько показов. Там серия была даже. И в Крымскалах тоже. В Крымскалах я не показывал. Ну, понятно, показы пройдены. А теперь как быть? А теперь надо думать, потому что если здесь это не хотят показывать, ну, надо где-то это показывать. Я не знаю пока. Я просто сейчас занимаюсь совершенно другой темой. У меня очень там, я пишу сейчас истории на разные интересные. И поэтому я пока не знаю, что дальше делать с этой штукой. Ну, может быть, мы вернемся и обязательно где-то покажем. Значит ли это, что у нас сейчас очень жестко цензура снова появилась, и люди просто не пропускают фильмы, потому что вот цензура есть? Ну, вы знаете, это проблема терминологии, как говорит один мой старший товарищ. Цензура, это самоцензура, что это, я не знаю, что это такое. Но просто кто-то кому-то на всякий случай хочет угодить, кто-то кому-то там, как бы чего не вышло. Или там, допустим, большому начальнику говорят, пальцем грозят и говорят, телевизионному начальнику, говорят, знаешь, что там-то это имей в виду, вот там надо фильтровать все. А он же не понимает, что вообще надо, в принципе, да, это большое поле информационное, что фильтровать. Он на всякий случай своему заместителю говорит, ты там фильтруй. После этого, которому сказали, ты там фильтруй, что он делает? Он берет аффилированные структуры какие-то, да, и через них начинает работать. И вот им цензура это или не цензура, мы же не знаем, а может это коррупция. У нас время эфира подходит к концу, поэтому давайте напомним и вообще расскажем нашим слушателям, что у нас сегодня вечером, куда им нужно прийти, на премьеру, во сколько? Ну, премьера фильма состоится в кинотеатре «Родина» сегодня, 12 декабря, начало фильма в 18.30. Но нужно подойти, может быть, в 18.15, учитывая, что там будет общение, будет телевидение, будет программа, будут гости, с которыми просто интересно общаться. После фильма, так лаборатория устроена, обязательно будет обсуждение. Радик ответит на вопросы, которые возникли, примет участие в обсуждении, так сказать, с чем-то он согласится, с чем-то нет. Это всегда очень интересно, очень, так реагирует горячо. Время заканчивается, я благодарю наших гостей, руководителя лаборатории политического кино Сергея Лаврентьева и режиссера-документалиста Радика Кудаярова. Спасибо всем, кто был с нами и до свидания. Пока. Спасибо. Всего доброго. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы.